Добрый день дорогие друзья! Мы с вами на шашечном канале и сегодня мы с вами разберем еще одну красивую партию с комбинацией, которая случилась в чемпионате Беларуси 1994 года. Белыми играл известный белорусский мастер Иван Язубчик, черными играл Андрей Валюк. Был разыгран следующий дебют и черные каким-то образом должны развивать свои шашки вперед. То есть два плана. Либо пытаемся мы разменяться на поле Д4, чтобы подтянуть эту шашку в дальнейшем к центру, либо пытаемся каким-то образом расшатывать позицию белых, нападая на эту шашку. Партии черные напали и белые сделали размен. Создавшаяся позиция интересна для черных. Отсутствием в шашке ножа один, что предполагает комбинационные мотивы. Ну и проблемы с развитием фланга у черных тоже есть. Далее в партии последовало. АБ6, Б2, С3, БЦ5. Черный выходит в центр и использует следующую комбинационную угрозу. Если белые уже начнут связывать шашки черных, то после нападения, благодаря вот этой наличию решета, черные пробивают на поле G1. То есть в случае размена, вперед или назад, проходит такой удар. Отдается две шашки, еще одна. А и черные сбивают три шашки, попадая в дамки. Угроза несложная. Белые легко ее заметили. И пока выжидают. С1, D2. Последовала F8, G7. После этого хода черные грозят либо вторгнуться, либо разменяться по две шашки. И позиция белых, учитывая открытые дамочные поля C1 и G1, будет достаточно сложной. В партии белые избрали ход EF4. Этот ход уже явился ошибкой, которая привела к поражению. Как им следовало сыграть? Скорее всего, надо было пойти АВ2. И если черные проводят размен, сбивая две шашки, то белые имеют возможность также улучшить свою позицию методом размена. То есть отдать одну, вторую шашку и позиция становится примерно равной, и слабостей у белых тут практически нет. Как я уже говорил, в партии белые ошиблись. Решили связать. Последовала CB6. Черные грозят ударом. Отдать две и побить в дамки. Закрываться. Возможности у белых нет, так как эта шашка мешает. И на этом фланге играть, то есть размена нету. И туда не пойдешь, потому что черные просто нападают, выигрывая шашку. Ну, белые предполагали такое развитие событий и напали. Черные вынуждены проводить комбинацию. Побили. И черные сбили две шашки в дамки. На что белые рассчитывали? Белые рассчитывали, что сейчас их ходь. Шашка стоит под боем. Она уйдет, оголится дамочное поле. И белые проведут комбинацию. Контркомбинацию. Что и случилось в партии. Белые пошли C3-B4. Черные бьют. Отдается еще две шашки. Черные бьют. И белые проводят уже свой удар. Партии черные сбили. Белые сбили. Черная дамка попадает в капкан. И белые сбивают три шашки в дамки. Создалась интересная позиция, в которой у белых дамка и три шашки. У черных шесть шашек. Тем не менее, я уже заранее видел, что в этой позиции преимуществом владеют черные. Почему? Дамка ограничена в развитии. Она не успевает сразу отрезать черные шашки. И эти шашки пойдут вперед. Нападение, с которым белые связывали надежду, приводит дамку в петлю. Что тоже очень важно. А других ходов, выжидающих за белых, не так много. И как ни странно, в этой позиции у черных этюдный выигрыш. Черные пошли же и в шесть. Теперь, если белые нападут, черные ловят дамку. Надо сбивать две. Меняются. И учитывая, что у черных остался защитник, и эта шашка мешает прорыву белых, тем временем черная шашка заходит в дамки и побеждает. Например, сюда так, 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 пошли, пошли, пошли. Поставили дамку. Победа черных. Вернемся к партии. Ходить, нападать. За белых в данной позиции тоже как бы бесполезно, потому что черные закрывают. И теперь на нападение. Опять дамка ловится. И черные успевают пробежать в дамки и отрезать основные силы белых. Если же черные пойдут обратно, ну, белые, в смысле, если белая дамка пойдет на опять, то черные словят эту дамку с несложным выигрышем. Белые решили выждать. Черные также строят петлю. Теперь у белых несколько вариантов. Первый вариант – это нападение. Второй вариант – попробовать пойти в С3, чтобы провести, открыть свою дамку и провести какую-то комбинацию. Рассмотрим их. Если белые нападают, петля работает. Белые сбили, черные сбили, белые сбили. И черные устремляются дамком. Вроде как эта шашка помогает белым прорваться. И белые устремляются в дамках, в дамки, пытаясь сделать ничью. Но после хода БЦ7 стоит угроза отбросить эту шашку назад. Если ставят дамку сюда, также ловят. Если ставят дамку сюда, ловят. И позиция белых проигранная. Оценив эти варианты, Иван сыграл А1, Б23. То есть, угроза стоит. Вместе с тем, черные уже заманивают белую дамку в петлю. И остаются с лишней шашкой. Но белые надеются на прорыв. Планк пустой. В парте было БА5, ФЕ5. Белые отдали и прорываются в дамки. Самое интересное, что партия заканчивается несложной оппозицией. Черные подошли и на постановку белой дамки все эти ходы у белых были единственные. Последовала ДЦ5. Черная дамка сбила. Белая дамка сбила. И черные побили. Отдали ФЕ5. Сняли черную дамку. На доске оппозиция. Черные выиграли. Надеюсь, это видео было вам полезным. Играйте в шашки. Удачи всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok